Хоккейный клуб «Адмирал» завершил домашнюю серию матчем с «Авангардом». Омский клуб в первом периоде выглядел увереннее моряков. Команды провели весь игровой отрезок в атаках, которые острее получались у гостей. Но голов болельщики на старте так и не увидели. Открыть счет уже во втором периоде смогли хозяева. Джеймс Райт после суеты возле Вратарской удачно сыграл на добивании. «Авангарду понадобилось 10 минут, чтобы забить ответную шайбу», – отличился Элем Тюгов. Ближе к концовке реализация «Адмирала» стала хромать, в то время как у «Амичей» все шло по маслу. Уже в третьем периоде гости смогли выйти вперед. Моряки, отчаянно штурмуя до конца матча ворота гостей, догнать соперника не смогли. 2-1 в пользу «Авангарда». Ребята находились в хорошем физическом состоянии, хорошо двигались, сыграли терпеливо, грамотно. Выполнили задание игровое, которое было предложено перед игрой. Взяли три очка и идем домой. «Мастерство Пережоги» у нас сегодня сыграло роль во втором голе. Сыграло. То есть человек принял шапочку мгновенно, кистями ее бросил, забил. А у нас нападающие выезжают на голевую позицию и ищут пас. Вот вся разница. Я бы не сказал, что это спад. В голове, может, да, где-то, ребята, тяжело перестраиваться. Мы очень беззубо играем атаки в последнее время. Но очень мало создаем уголевых моментов. Следующий матч «Адмирал» проведет в Ханты-Мансийске. Там 23 ноября наша команда встретится с местной югрой. Зато показать зубы удалось игрокам луч энергии. Футболисты Владивостокского клуба на домашний матч с «Шинником» специально вышли на 20 минут позже. Приморцы таким образом выразили протест против невыплаты им заработной платы, проблему с которой обещали решить еще на прошлой неделе. Как бы то ни было, настрой при этом у хозяев ничуть не испортился. Желто-синие сразу пошли в атаку. Жесткий натиск уже на 10-й минуте принес свои плоды. После розыгрыша углового Иван Столбовой с 10 метров слету вколотил мяч в ворота. После выхода вперед тигры не успокоились. За первый тайм еще несколько раз луч был близок к голу. Но гостей вручал голкипер. В нужные моменты спасал и вратарь тигров Илья Гаврилов. Картина игры в целом не менялась на протяжении всего матча. Однако ни ярославцы, ни приморцы изменить счет больше не смогли. 1-0 победа луч энергии. Прилетели, бились, старались, но в очередной раз при стандартном положении, можно сказать прямо открытым русским языком, облажались. И вот этот стандарт явился ключевым, а дальше уже борьба Бадалова. Луч сохранил свое преимущество, которое получил в начале игры. Во-первых, всех с победой. Такая тяжелая, трудовая победа с нашей стороны. Могу сказать, что сегодня сработал стандарт в нашем исполнении. Значит, отрабатывали, ну и воплотилось это в 3 очка. Передня оставил без комментариев преднамеренную задержку матча, так как, по его словам, это было решение только футболистов. Тем не менее, луч теперь обязан будет выплатить штраф. Согласно дисциплинарному регламенту, клуб, виновный в задержке онлайн-трансляции встречи, может быть оштрафован на 20 тысяч рублей. Но так как трансляции в этот раз и вовсе не было, возможен штраф в размере 1 миллиона рублей. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.